Рассвет Ну, можно подвести первые итоги отдыха в Рыбачьем Как ваши впечатления, как если сравнивать А вот с утёсом, семидворем, с новым светом Мне здесь больше не нравится Наверное, здесь получше Получше, да? Я не знаю почему А за что, вот какие там 2-3 топовых позиции, по которым вам больше всего понравилось Близко к морю, раз Само море Это вообще бесподобный, чистый Заход хороший Вода ладонна, прозрачная Море хорошее Чудесное море И вид на горы, мне кажется И вид, вид, то есть Вроде и шторм вчера был И в то же время скупаться можно А там уже скоро не скупали Хочу добавить, хороший пляж Замечательно лежать Территория очень красивая Чистая и бесподобная Как по границе Кусочек со границей Ну, в семидворе тоже была красивая территория Ну, там где-то у нас, где-то у нас, где-то у нас, там, принадлежатся в пляжке Вот так вот, близость моря Огромный пляж Красивая территория И вода, прозрачная вода Ну, просто реально прозрачный пляж Огромадный Территория вон Со всеми зеленью Со всем виды на гору Вот, все это нам понравилось И в нашем топе Теперь рыбачий занимает номер один Ну, и, конечно же, еще удобное жилище Которое здесь у нас было Шесть дней отдыха в рыбачьем пролетело Собираемся Теперь нас ждут шесть дней в Форосе Сейчас собираем вещи и стартуем Рыбачий, до свидания Нам здесь понравилось И мы обязательно сюда вернемся Едем, заезжаем в Малореченское Вот такое небо сегодня Красивое, голубое Ветер дует Ветер прохладный сегодня В море мы купались В море теплое А на берег выходишь Вот прям подмерзаешь на ветру Перед тем, как выехать Заехали мы в магазин вина Массандры Находится на конце улицы Морской В главпочте Ну, в почтампе Рыбачьем Повторяйте, вина там стоит Каберне, который у нас по 300 Минимум по 300 Оно 350, 308 Зависит по магазинам Здесь 220 И все другие сухие вина Массандровские тоже Вот в этом пределу Сладкие вина Идут где-то в районе 350-400 рублей У нас они 500-600 и выше стоят В общем, Массандровские вина Подешевели А почему здесь они дешевы? Потому что в Солнечногорском Находится один из Один из заводов Массандра Массандра Это вообще Корпорация Которая входит Несколько заводов Которые в Гурзуфе В Алуште В Малореченском В самой Ялте В Массандре находится Вот И каждый из этих заводов Производит вино И, соответственно Вблизи этого завода Магазины дешевые Так что всем рекомендуем Это еще один плюс Для того, чтобы ехать Рыбачим Это лайфхак Да Это лайфхак Два соседствующих С рыбачим поселка Это Малореченское И Солнечногорское Поселки интересные Располагаются Высоко над морем Спуск к пляжу Тут Более высокий Чем в рыбачьем Пляж небольшой Но пляж интересный Тут потому что Скалы Здесь этих пляжей Несколько Вдоль берега Когда идешь Где-то в ущелье В каком-то Располагается Где-то камни Какие-то С которых можно плавать Как в одном из наших видео Посвященном Скале Тузлу Поэтому тоже Интересные Недораскрученные места В которых На самом деле Уже появляются Хорошие Цивилиные Гостиницы Вот мы когда еще В марте Ездили в Ялту Интурист Хорошо покушали В кафе Альпийская деревня Там же прекрасная Гостиница Очень уютная Дорогая Ну Почему нет И пуски отдых Тоже здесь Уже развивается А в целом В морском Ой В рыбачьем Солнце В горском И В малореченском Можно найти номер На семью из четырех человек Двое взрослых Двое детей Где-то За полторы За две тысячи Уже со всеми удобствами Где-то В пределах трех тысяч Даже уже И с кухней Так что Смотрите Выбирайте Не такой уж Крым дорогой На самом деле Просто нужно поискать И заранее Побеспокоиться О том Чтобы найти Что-то интересное Для себя Досовести Потащил нас Навигатор Через саму Алушту Смысл нам Пока не понятен Сейчас еще Тащит гугл Посоветуемся С Яндексом Но зато Вот сразу Нахлынули Воспоминания Отдыха В Голденхолосе Вот улица Перекопская По которой мы Вниз спускались Зеленый город Очень-очень приятный Вырвались мы Из Алушты И сейчас летим По Южнобережному Шоссе По самой красивой Дороге нашей России Матушки Слева море Справа Высокие горы С зелеными Вершинами Деревья Очень живописная Транса На ней всегда Ездишь и любишься А вот мы уже В районе Большой Ялты Проезжаем Прекрасный Грузов С его Неповторимой Набережной С его Розовыми Пляжами Там специально Розовый камешек Заводят Перед каждым Сезоном С его Прекрасным Грузовским Парком С Артеком Со скалой Со скалами Адалары Ну и конечно же С огромной Горой Медведь А это вот Другая гора Над ним Разрушается Очень красивая Зеленая Нет Южный берег Крыма Он неповторим Своей красоте Проезд Ялты Непосредственно Самого города Ожидаемо Связан с пробками Март и апрель Месяц Это был ремонт Дорог Сейчас Непонятная Авария Или просто там Столпотворение Какой-то машин Едем И Несколько Отвлекаемся От отдыха Из-за того Что конечно Такие пейзажи Красивые Но Стоять то неохота Хочется в море купаться Вырвались мы Из пробки Прежде чем Заезжать в Форос Нам и хозяйка Сейчас написала Порекомендовала И сами мы планировали Заедем в гипермаркет Ездить на южнобережном шоссе По левую сторону Как раз Гипермаркет Конфетти Там хотим Взять подешевле Товары На следующую Неделю Нашего отдыха А вот Это самый Конфетти Здесь нулевой Этаж Занимает Как раз Супермаркет Сальпо И дальше Можно я тут Флешки себе покупал Батарейки Аккумуляторы Когда что-то ломалось Цены кстати Ну Особенно вот на электроприборы Электрокнижку Мы тут у меня покупали Несравнимо С нашими Сматериковыми Выехали мы Из Ассорти Вот проезжаем Как раз По правую сторону Здесь Поляна сказок И зоопар Сказка Ну В Симферополе Дешевле В гипермаркет Так что Если будете Как мы Кого-то Забирать В Симферополе Лучше В Ашан Зеленое яблоко Заехать В эти гипермаркеты И там уже Прям по максимуму Затарятся Потому что Пиво Например Самое дешевое пиво Брал Папа В рыбачем За 55 рублей Здесь удалось Найти Самое дешевое За 49 Только Этот Старый мельник Что еще Молоко Самое дешевое Ультрапак 58-59 рублей В рыбачем Мы за 55 брали В маленьких Магазинчиках То есть здесь Явно Гипермаркет Но ориентированно На туристов Цены Довольно-таки Дорогие Мясо Свинину взяли За 369 рублей Окорок Что еще там Почем брали Макарошки 29 рублей Вот это нормальная цена Чем мне нравится Южный берег Крыма Так вот За Ялтой Скалы Вот это огромное Нагромождение гор Среди которых Как раз Ай-Петри Прям к самому К самому морю Спускаются Ты закупаешься Выходишь на берег И над тобой Вот такие громадины Висят Очень Красиво И очень Эмоционально Позитивно Это воспринимается Когда отдыхаешь Такой красоте Заправились Бензин 95 Несмотря на открытый Крымский мост Уже стоит Все так же Около 50 рублей 49,99 Дорожно 4-5 рублей Чем в наших регионах А сейчас мы проезжаем Слева Алубку С французским дворцом Семеист Другие красоты Сейчас Вот Повернем И будет видно Гору Кошку Которая Которая Смотрит Внимательно За скалой Дивой И за Скалой Монахом Которая Упала Под гору Кошку Есть тоже легенда Такая Постараюсь Как-нибудь Попозже Рассказать Как образовалась Гора Кошка Скала Дива И скала Монах В стародавние Времена Был в Крыму Очень гнусный Плохой человек Он много Убивал Насильничал Делал Очень мерзкие Мерзкие дела И когда Становился Становился он старше Ему все это Надоело И он отошел От своих мерзких дел И решил стать Монах Шли годы Времена Стирали из памяти людской Те гадости Которые делал этот человек И он Становясь Стариком В обличии монаха Казался людям Уже Практически Святым человеком И это самому Монаху Очень нравилось Он уже Чувствовал Что он очень близок К небесам Потому что Он же святой Он забыл Как много Плохого он делал И тогда Черт решил Совратить его Как это Это же его главный Посланец на землю был Человек который Убивал других людей Делал много Много Мерзостей И гнусностей И он себя Святым почувствовал Ну мы сейчас Посмотрим И пришла К его дому Которая стояла На берегу моря Кошка Зашла К нему Кошка Увидел он Кошку Ну и конечно же Приласкал Эту кошку А потом Кошка Залезла К нему на стол И начала Есть Из его посуды Молоко Не понравилось Это монаху Взял он И выбросил Ее Пинул Прямо в море Показав Этим Всю свою Гнусную Сущность После этого Черт еще разок Решился Над ним Поиздеваться Проверить его Гнусную Сущность И подослал К нему Когда он Вышел на море Доставил Невод И в Неводи Была Обнаженная Красивая Девушка Это В нее Преобразовался Сам сатана И что вы думаете Конечно же Монах Не удержался Тем более Когда он Начал Распутывать Сити Девушка Вглянула На него Своими Красивыми Гназами Полубнулась И поцеловала Его прямо В его Стариковские Губы И не Выдержали Небеса Такой Гнусности Что так Долго Земля Носит На себе Этого Злодея Да еще То что Он Нарядившись Монаха И чувствуя Себя Святым Делает Такие Гнусные Дела И гром И молния Зазвучали И ударила Молния И в Монаха И в Кошку И в Диву И с тех пор Стоят Рядышком Скала Монах И скала Дива И на ними С высоты Гори Наблюдает Гора Кошка Вот так Образовалось Эти прекрасные Создания На берегу Черного моря Вот об этих Горах Я говорил Которые К самому К самому Синему Черному морю Подходят Там Мысая Вдали В районе Фороса Это самая Южная Часть Крыма И самая Еще неизведанная Нами Мы проездом Были Были Два года Назад В Форосском Парке Об этом Можете Видео Посмотреть На нашем Канале Ну так Чтобы Подробно С ночевой Поизучать Такого Еще не давать Делать Вот Надеюсь За эти Несколько Дней Мы увидим Очень много Новых Интересных Мест Которые До этого Не видели В Крыму И вот Он Пошел Форосский Спуск Внизу Форос далеко От бережного Шоссе Находится Поэтому Придется Здесь Если Пешим Ходом То Хорошень В горку Позабираться Но люди Уходят Идут К автобусам А мы На машине Сейчас Нас Должны Встретить И дальше Привезти В нашу Квартиру Вот Указатель На том Что Мы Въезжаем В поселок Съем Съем Съем